Мы сейчас этот трюк раскапливаем. Построить такое высказывание Г. Откуда бы его взять? Давайте поточнее, опять-таки двойные кавычки стоят. Мы нам это... Значит, этап 3. Третий этап. Построить высказывание Г. Такое, что Г. Г. Высказывание о собственной недоказуемости. Ну, я сразу скажу, что вот эта формула... Ну, я ее буду обозначать, эту формулу, вот так. П. Так, икс. Раньше мы написали фи. А это такая очень важная, специфическая формула. Пр, конечно... Что это самое пр значит? Во-первых, это в языке арифметики, да? То есть там используется для любого, существует, там плюс, да? Куча переменных, может быть, других с этими квантовыми, да? Формула, может быть, длинной. И что она означает? Она означает ровно то, что написано там в комочках. Я ему проговорю. Вы читайте. Пр от икс означает, что икс есть номер, в той выбранной нами, зафиксированной, раз и навсегда, нумерации, да? Есть номер высказывания, некоторого высказывания, доказуемого в арифметике первого. Это так называемый Гёдалевский прико доказуемости. Он называется пр от английского слова «другл». Другл – значит доказуемый. То есть идея такая. У нас есть там что-то вроде доказательства, да? То есть она звучит примерно так. Существует Y такое, что Y – это текст доказательства X. Примерно так? Примерно так. А пока что по модулю пр посмотрим, как действовать дальше. Допустим, мы выразили вот такой предикат, вот такой высказывание. Тогда говорим мы. Нам остается построить такими формами Г, независимо от каких параметров, просто. С таким свойством, что Г будет эквивалентно высказыванию недоказуемости Г. Ну, это можно написать так. Давайте я напишу сначала вот так. Нелегально, что. А теперь вместо X нам надо подставить что-то, что относило бы нас к самому этому высказыванию Г. Что надо поставить? Номер этого высказывания. Тут писать некоторое число N. Подчеркнется. Мы делаем. Реально, это Гёдар и Геннады. Самого этого высказывания Г. Это очень хитрая вещь. Говорит, я не доказуем. Если бы доказуемо значило то же самое, что истинно, то это высказывание говорили бы тогда. Я ложно. И тем самым не могло бы существовать. А поскольку Гёдар говорит, вот же оно, это высказывание Г. И оно говорит, я не доказуемо. Значит, доказуемо не может быть истинно. Ну и на самом деле выясняется, что само это высказывание Г и является тем самым истинным, но не доказуемым высказыванием. Но на самом деле, если у нас есть вот такое вот высказывание Г, что мы видим? На самом деле есть как-то две возможности. Ну, либо Г истинно. И не доказываем. Почему не доказываем? Потому что если оно истинно, то будет истинно вот это высказывание. А оно и говорит, что Г не доказываем. Значит, первый ряд Г истинно, но и не доказываем. Ну, второй ряд Г ложно. Ну, а раз оно ложно, то оно должно быть доказуемо. Не доказываем. Ну, высказывание, скажем так, вот две альтернативы, которые, как говорится, получил Гёдар. Либо так, либо так, по-другому быть не может. Предъявляется высказывание Г, например, либо оно истинно и не доказуемо, либо оно ложно и доказуемо. Теперь смотрим. Может ли доказуемое высказывание, какое бы то ни было, быть ложным? Ну, на это Гёдар, я вас обманываю, конечно, мы будем не так, но тем не менее. Может ли высказывание, которое доказуемо, быть ложным? Ну, ответ. Если доказуемое высказывание вдруг оказалось ложным, это означает, что наша теория не была корректной. Она доказывала какие-то ложные вещи. А как она может так... Как арифметика пиана, аксиома, которую я только что стер, может доказывать ложные вещи? Все ее аксиомы истины, очевидно. И логические правила сохраняют истинность. Все, что доказано, может быть доказано в Б, обязаны быть истинной, просто потому что там такие очевидные аксиомы. Значит, вариант 2 у нас не пройдет. Мы не можем доказать никакое ложное высказывание, тем более конкретное высказывание Г. А вот вариант 1 пройдет. Г истина. Таким образом мы получаем, что Г истина и не доказуемое. Истина и не доказуемое высказывание. В этом месте Гёдарь бы меня сильно осудил. За такое рассуждение, которое сейчас как бы все. Насколько это некое угрубление того, что он делал в своей работе. Вообще Гёдарь, который, скажем так, был очень аккуратным, тщательным человеком. Он ни одному слову в своей работе просто так и не точно не написал. В частности, он вообще не употребляет там слова истины или души. И теоремы в своем формулировании немножко подруга. Так, чтобы избежать этих слов. В частности, для него важнее, что не существует, что есть какое-то высказывание, которое не доказуемое и неопровержимое. А понятие истины для него тогда некоторым вроде было запрещенным понятием, потому что последователи Гильберта считали, что это понятие выходит за рамки чего-то такого самоочевидного. С ним невозможно работать. Поэтому у Гёдаря не было слов истины. Но у нас оно есть. И пусть будет. Значит, высказывание, которое Гёдарь сделал, построил, не говоря нам истины, и не доказуемое. Вопрос как? Как нам получить такой ЭГЭ, который говорит, что недоказуемую формулу с номером Н, где этот Н и есть номер того самого высказывания Гильберта? Вот что хитрое здесь. Хитрое, но достаточно, но легко получается. Давайте, наверное, тоже объясним. У меня есть два объяснения. Одно более-менее точное доказательство того, что там, как построено такое ЭГЭ. Доказательство, однако, как я вам сказал, получается некоторым трюком, который вызовет у вас ощущение полного обмана. У вас обман. Логический трюк. А потом я разберу некоторые объяснения, которые мне нравятся.